Информационно-аналитический канал Джахандар Ага представляет на приграничной передовой линии Армении. Среди них был и бывший министр обороны Армении Хромой Сейран Аганян, который в частности сказал «Я вновь настаиваю на том, что армия – это та структура, которая первой и самой быстрой сумеет выпрямить израненную спину и восстановить свою славу победителя и авторитет. Мы глубоко убеждены, что армянская армия с ее традиционным боевым духом, непоколебимой решимостью, продолжит борьбу и еще одержит новые победы». Мощно. Очень понравилось насчет сумеет выпрямить израненную спину. Не станем ерничать, а спина ли это вообще? Просто вспомнил историю о том, как Дракулу после сражения награждал тех из своих солдат, которые были ранены в грудь, а тех, кто был ранен в спину, приказывал казнить за трусость. В общем, господин Аганян проговорился. Мог бы и прямо сказать, обращаясь к солдатам, «Я знаю, что если бы эти азербайджанцы вас догнали, вы бы им всем показали бы. Считай, что уже показали, а мы увидели». Но когда читаешь заявление Аганяна, волей-неволей закрадывается мысль, «А нужен ли нам вообще с вами мир? Вообще-то, это ваша вина. Вы столько лет уверяли нас в том, что мы генетически несовместимы. Поэтому мы уже начинаем в это верить. А после пассажа на счет армянская армия еще одержит новые победы, исчезают последние сомнения. Как и чем вы собираетесь? Нет, даже не побеждать, а просто воевать. С оружием у вас проблемы, с демографией тоже. Да и с деньгами не густо. Человеческие волны на пулеметы тоже не вариант, потому что опять же демография. Вы снова хотите войны? Господи, как же вы нам надоели, неугомонные наши. Учишь вас, учишь, а все равно одни двойки. Хотя бы посмотрите на карту и просто задумайтесь, где вы и где ваше завтра? Где и с кем? Просто отбросьте ненависть к окружающим и включите логику. Сравните ресурсы Армении, количество населения и бюджет на следующий год с аналогичными показателями ваших соседей. И еще раз хорошо подумайте, стоит ли слушать одноногого человека. Тут я предвижу упреки на мой адрес в бестактности. Но это ничего, потому что молодец не столько тот, кто потерял на войне ногу, а сколько тот, кто ту ногу ему оторвать сумел. Упаси Аллах от горя. Но одноногий и вас искалечит, если вы ему поверите и не забудете о реванше. Осмелюсь дать вам один совет. Примите не в ущерб и не в скорбь. Фантазии соседушки наши воплощают не так. Головой, головой надо думать, а не отощавшим выменям. Это вам не Олимпиада в Сочи, где можно себя за итальянцев выдавать. В наших краях все строго и все все друг про друга знают. Когда-то вам сказали, вы можете все, потому вам все можно. Но вас в очередной раз обманули, потому что вы не извлекли уроков из своего же прошлого. В конце 19 века, а потом в 1915, вам говорили то же самое, а обещали еще больше. Это закончилось не очень хорошо. Вы снова вынашиваете мысли о реванше. Мы это знаем и мы готовы. А теперь, соседушки, задайте самим себе вопрос, на который не надо нам отвечать. Ответ мы и без вас знаем. Себе задайте и себе же ответьте, в свете выпрямления из раненной спины. Итак, что же сильнее, Итигован или Миацун? Лично я ставлю на Итигован. За здоровье и силу операторов, которого в старую новогоднюю ночь выпьет весь наш многонациональный Азербайджан. С наступающим, товарищи! Мира и добра! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и прокомментируйте.